Приветствую вас. Мне кажется, что в данном случае ребенок, ну, отражает то, что происходит с вами, Ирина, в том смысле, что насколько тревожны вы, насколько напрячены вы, насколько у вас есть проблемы. В отношениях с мужчиной, которым вы сейчас находитесь в отношениях, насколько ребенок себя видел. Совершенно понятно, что вот ее уход в общение с виртуальными друзьями связан с бегом от реальности. Но это бегство от реальности ни в коем случае не связано с, допустим, тем, что ей вот нравится общаться с виртуальными друзьями, хотя это тоже может быть, а с тем, что какой климат в ее семье. И, на мой взгляд, не ограждать ее нужно от общения онлайн, а нормализовывать климат в отношениях между вами и мужчиной. Ну, собственно, с которыми вы находитесь в отношениях. Это было бы куда более конструктивно, потому что как бы лишается до лучшей возможности, ну, собственно говоря, хоть как-то компенсировать ее напряжение. И тот никак не в каплю не идет. Вот. Я бы рекомендовал вам в первую очередь ввести психологическую игру в скандал. Вот. Во вторую очередь гармонизировать отношения с мужчином, в котором вы живете. И в третью очередь, собственно, спросить себя, во-первых, с чем связано то, что вы не во вторге. То есть, как бы, ребенок, почему вы считаете, что ребенок не может выбирать то, что ей не нравится, и, как бы, ну, продвигает свои интересы. То есть, у меня такое ощущение, да, что не очень, не очень осознавая те проблемы, которые у вас есть с мужчиной, вы переносите это на дочь и пытаетесь контролировать ребенка. Вот. А, как бы, принося на нее свою тревогу и так далее. Неудовлетворенность, какие-то страхи может быть. Вот. А ребенок вам, да, зеркаливает, по большому счету. И, в общем-то, все. Вот. Потому что, ребенок копирует, ну, как бы, копирует в какую-то себе ваше поведение. Так и два. Поэтому я думаю, что начать нужно именно с вас, именно с тем, насколько вы чувствительны к себе, насколько вы внимательны к себе. Ну вот, насколько вы проявляете свою позицию, свои чувства. Вот. И, соответственно, это уже позволит вам двигаться дальше. Вот. Вы спрашиваете, как быть, ну, как быть, чтобы что. А граждать никого нет. Никого ни от чего не надо. Вот. То есть, нужно взгадать, чтобы у дочери было интереснее что-то другое, чем, там, условное общение, онлайн, онлайн и так далее. Вот. Про ее увлечение какой-либо культурой, ну, здесь немножко, немножко непонятно. То есть, ну, вы не во вторге. А почему вы должны быть во вторге, как бы, как бы. И так далее. Вот. А хамство и агрессивное поведение ребенка связано с попыткой себя защитить, с попыткой себя стоять, кроме того, кроме того, это подростковый возраст. И ребенок, естественно, пробует свои силы, пытается быть самостоятельным и так далее. Вот. Поэтому, здесь вопрос в том, насколько вы свободны, насколько вы удовлетворены, гармоничны, сбалансированы и так далее. Вот. Чтобы ребенок не чувствовал, что вы как-то пытаетесь за счет нее там что-то компенсировать в себе. Вот. Мне кажется, не очень конструктивной по всей позиции то, что вы на стороне, стороне дочери, потому что, опять же, как бы, не улучшает отношения с мужчиной, с которым живет. Вот. И уж точно скандалы и ссоры не способны улучшению отношений и доказыванию чего-либо. Поэтому, Ирина, вам в первую очередь нужно разобраться, чтобы забраться именно в себе, как я считаю. Вот. А дальше уже будет видно, в каком направлении вам двигаться. На этом все. Надеюсь, что это было полезно. А вот, надеюсь, на обратную связь, на мой ответ, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.